Ну что же, я приветствую всех на 23 сезоне. Здравствуйте, мы готовы. С чем связано новое решение курс по повышению квалификации для врачей-психологов дать по полной программе? Это связано с тем, что мы поняли, что программа должна быть расширена, что давать кусочками – это не вариант, и мы решили сделать такую программу, которую точно необходимо освоить и пройти как психологам, так и не психологам. Потому что разделять на малую и большую программу мне показалось не очень правильным. На первичных собеседованиях психологов было выявлено такое очень большое количество людей, где они понимали, что им не хватает многих фундаментальных вещей, а малая программа, она ориентировалась на то, что эти фундаментальные вещи есть. Поэтому мы решили и психологов, и врачей, и всех людей, желающих освоить профессию, готовить по единому стандарту, и я считаю это правильно. Так, значит, поехали по технической части, и мы начнем. Напоминаю, что это первое занятие 23 сезона. Большая просьба не отвлекать меня в чате вашими вопросами с уточнениями, когда идет лекция. Я буду просить вас задать какие-то уточняющие вопросы в каких-то паузах, или после какого-то тезиса, или после какой-то темы, да, и вы зададите ваши вопросы. Группа ВКонтакте, которые покупали VIP-пакет, да, смогут задавать свои вопросы в чате, в телеграм-канале. Это 50 человек. Я там буду отдельно, расширенно отвечать на какие-то вопросы. Значит, все остальные вопросы я буду просить вас задать в чате тогда, когда это будет уместно, да. Соответственно, если вы, если вы меня услышите, то очень важно не писать свои вопросы вместе с моей лекцией, потому что у меня так работает мозг, что если я начинаю концентрироваться на каком-то вашем вопросе или тезисе, то мне очень сложно потом вернуться к тому, о чем я говорил, да. И я вам рекомендую меня не отвлекать, скажем так. Значит, еще раз, у кого ничего не видно и не слышно, Володь, напиши, пожалуйста, чтобы люди не писали это в чат, а написали это тебе, хорошо? Это очень важно, потому что если сейчас люди будут писать в чат, что у них там что-то не включается в компьютере, что у них что-то не включается в телефоне, это будет меня отвлекать, и мы будем задерживаться. А у нас времени не так уж и много, и время наш самый главный ресурс. Если мы тратим время на пустые переживания, если мы тратим время на пустые эмоциональные реагирования, да, это очень печально. Я вас очень прошу, не пишите, пожалуйста, в чате, да, что у вас телефон там не работает, или у вас там что-то в ноутбуке не работает. Мне эта информация, ну, правда, не нужна, она меня отвлекает. У вас есть телефон техподдержки, напишите, пожалуйста, туда. Не надо писать это в чате. Володь, притублируй еще раз, несколько раз это сообщение, там, красными буквами, не знаю, большими буквами, да, потому что иначе мне будет сложно постоянно отвлекаться на людей, у которых что-то там не работает. Большинство людей меня слышат, как я понимаю, видят, как я понимаю, и все хорошо. Поэтому очень важно, чтобы мы не отвлекались. Значит, что такое 23 сезон, на который вы, соответственно, попали? Это программа, которая объединяет в себе два таких основных направления. Это сама неврозология, и мы будем изучать с вами коррекцию невротических расстройств в виде основы. Это связано с тревожными расстройствами. Сегодня мы начнем именно с симптоматики, и мы будем на 23 сезоне учиться решать фундаментальные вопросы, которые привели всех нас так или иначе в какой-то период нашей жизни к невротическим расстройствам. Я не просто так сказал «период жизни», потому что невротическое расстройство – это не вирусное заболевание, которое пришло к нам на две недели, наш иммунитет справился, мы переболели и вышли из этого состояния. Запомните сейчас все, я уже говорю важные вещи. Невротическое расстройство – это период, через который вы должны пройти. Пожалуйста, не пишите мне ничего в чате, вы меня очень сильно отвлекаете. Через который вы должны пройти. Форсировать этот процесс не нужно, потому что, чтобы избавиться от ОКР, чтобы избавиться от генерализованного тревожного расстройства, нужно, во-первых, будет освоить определенную технологию, понять, как это вообще работает и почему это с вами стряслось. А во-вторых, надо будет настроиться на то, что без изменения фундаментальных и обстоятельств в жизни, и поведения в жизни, и определенных результатов в жизни, и определенного философского отношения к жизни, невротическая конституция не меняется. Поставьте плюсик, кто это понимает. То есть, невроз, как расстройство, это не просто вирусное заболевание. Это определенный этап, к которому вы пришли. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже, но чтобы избавиться от этого состояния, нужно перешагнуть через определенный этап. А чтобы этот этап изменить, нужно выстроить свою жизнь заново. Ну, не то чтобы даже заново, а по-новому, да, скажем так. И вот этот момент, он очень важный. Лежать на диване и думать, что я посмотрю какой-то секретный вебинар, который избавит меня от симптомов, это ошибочное осуждение. Потому что невротическое расстройство – это не просто набор неких симптомов, которые вам мешают. Невротическое расстройство – это вы. Это не симптомы. И думать о том, что вы должны избавиться от симптомов и пойти жить дальше – это очень ошибочное осуждение. Связано это с тем, что симптомы являются лишь указателями и последствием вашего определенного склада, представления о том, что с вами происходит в жизни, и как вообще ваша жизнь складывается, и как вы реагируете на то, как ваша жизнь складывается с мальчиком, с девочкой, с родителями, с работой, с успехом, с карьерой, с ожиданиями, с достижением целей, с попыткой контролировать то, что вы не можете контролировать, с попыткой работать с тем, что вы не можете допустить. Вот это все, да, мы будем обсуждать это очень много. Поэтому нельзя рассматривать невротическое расстройство как вирусное заболевание, которое должно пройти в совокупности с симптомами, да. Это очень важно, очень важно. Это надо понимать. Вторая часть этого курса, или такая задача вторая – это развитие стрессоустойчивости в целом. Неважно, есть у вас невротическое, так сказать, расстройство, или нет у вас невротического расстройства. Здесь наверняка есть люди, которые не испытывают каких-то острых невротических симптомов, так сказать, и жалоб, но они хотят научиться жить без тревоги, во всяком случае без излишней тревоги, да, без излишнего беспокойства. Я подчеркиваю слово «излишнее» особенно. Надеюсь, вы понимаете, почему. Потому что тревога, беспокойство, негативные эмоции, даже у самых сильных философов они должны быть, да. Вот, соответственно, но это очень важно понимать. Очень важно понимать. Да, не надо со мной, пожалуйста, ничего писать. Я вас очень прошу, очень прошу, пожалуйста, услышьте меня. И если вы меня не услышите, мне придется вас удалять из комнаты. Вы мешаете. Вот реально. Очень сильно мешаете своими комментариями в чате. Вот, соответственно, вторая часть – это технология, которая позволяет рассмотреть внутреннюю философию и внутреннюю ответственность к тому, как вы эмоционально реагируете на те или иные события, почему и как, и повлиять на эту эмоциональную составляющую вашей жизни. В этом сезоне мы будем очень много говорить о философской концепции. Мы будем очень много говорить о философии, которая позволяет управлять своими эмоциями, управлять своими выборами. Мы будем говорить о таких важных тезисах, которые позволят вам не испытывать излишнее беспокойство, не испытывать излишнего напряжения. Это, соответственно, и параллельно идет с терапией неврозов, безусловно, тоже. Также важно понимать на первом этапе, что если вернуться к невротическим, расстройством, что у терапии неврозов есть две основные такие фундаментальные задачи, что ли. Есть. Когда у человека возникает невротическое расстройство, он все свое внимание, всю свою энергию концентрирует на симптоме. На навязчивых мыслях, на ритуалах, на вегетативном напряжении, на панических атаках. И он не думает о том, что стоит в основе этой проблемы, потому что ему не до этого. У него стоит главная задача, как ему представляется, убрать этот симптом, и тогда его жизнь будет как прежде. Во-первых, действительно, мы должны убирать первый симптом с помощью правильного понимания и правильного представления о том, что с вами происходит. И сегодня наш первый урок посвящен будет именно правильному. Плюсик ставим, кто понимает меня, потому что я вас не вижу, мне нужна какая-то обратная связь, но очень короткая, да? Что вы со мной. Первое занятие будет посвящено именно правильному представлению об апохондрии, правильному представлению об ОКР, правильному представлению о навязчивых мыслях и ритуалах, и правильному представлению вообще о вегетативной симптоматике и почему она возникает. С чем это связано? Это правильное представление, очень важное, связано с тем, что пока вы, как я это иногда называю, не повернете избушку передом, то вы все время будете пытаться лечить невроз, обращая внимание на те или иные симптомы и как бы оценивать свою результативность по наличию тех или иных симптомов. И будете вторично испытывать страх ожидания каких-то новых вегетативных стимуляций, каких-то там новых покалываний, каких-то там новых вещей, потом вы пойдете в интернет и будете задавать вопрос, а вот у тебя в шее стреляет, а у тебя вот в руке ноет, а у меня вот такой симптом появился, у меня вот такой появился симптом. И это неправильное поведение, оно связано, во-первых, с повышенной тревожностью, во-вторых, оно уводит вас как бы в сторону. То есть вы не понимаете, что я вот одно время приводил метафору, что невротические симптомы, такие как вегетативная реакция, например, вегетативная иннервация, это как выхлопной дым из трубы машины. И пока вы не выключите мотор, размахивать веером возле машины, как-то принюхиваться и изучать консистенцию, запахи, нюансы, подходить к другим трубам, нюхать, значит, а у тебя как пахнет, а у тебя как пахнет, о, у тебя вот светленький, а у меня темненький, ребята, у меня вот прозрачный, а у меня вот так. Если вы начнете вот это делать, то вы не занимаетесь терапией неврозов, вы просто занимаетесь, скажем так, концентрацией внимания на невротических жалобах, на невротических физиологических проявлениях. Поэтому очень важно понимать, что мы сегодня с вами должны понять, с чем связаны тельные феномены физиологии человека. И наша главная задача – это сконцентрировать внимание на причине того напряжения, которое приводит к тем или иным поведенческим, вегетативным, обсессивным, компульсивным состояниям. Вот мы вчера с Эльмиром Маратом встречались, говорили по работе много и говорили про РПП много, про расстройство пищевого поведения, про нервную анорексию, нервную булимию. Я думаю, что мы скоро вместе с Эльмирой прочитаем еще курс лекций по этому расстройству, чтобы правильно девчонок скорректировать по этому поводу. Вот РПП держит за руку ОКР. И по большому счету заедание или страх еды, или какие-то срывы, то срыгивание пищи, то избегание пищи, то там худение, то переедание. Это проявление основной проблемы. Но это не проблема. Самый такой, если вам интересно, сейчас такой момент, например, если у девочки то похудеет, то она худеет, то она заедает, то она переедает, то она опять худеет, то она опять переедает. Это вот проявление. А за этим всем стоит история про любовь, про принятие, за что меня можно любить, за что меня любить нельзя. За этим стоит такая гиперконтролирующая концепция из серии «Меня можно любить только тогда, когда я все делаю хорошо и правильно, или когда я хорошо выгляжу, или как я себя принимаю, не принимаю, как меня принимают». И пока мы в коррекции РПП не используем такой комплексный подход, так сказать, помимо поведения с едой, помимо поведения с ритуалами, с рыгиванием, избегания пищи, там большая технология по работе с этим, с этой проблемой. Но пока мы не решим фундаментальный вопрос, депрессивный, обсессивно-компульсивный, дисморфофобический вопрос, который идет всегда параллельно с РПП, как правило. Мы не сможем избавиться от РПП, как в концепции невротической в целом. Так же и с тревожными расстройствами. Вегетатика будет постоянно, она будет меняться, потому что она пронизывает все отделы нашего тела. И думать о том, что терапия неврозов – это успокоение вегетатики, не совсем правильно. С одной стороны, да, вегетатика может в какой-то период успокаиваться, но концентрироваться только на отсутствии симптомов неправильно. Концентрироваться надо на чем? Концентрироваться надо на отсутствии тревожного, внутреннего тревожного состояния. Гиперконтролирующего, тревожного, такого беспокойного. И вот чтобы к этому прийти, внимание сейчас, пожалуйста, нужно понять очень важную вещь. Многие клиенты говорят, Алексей, вот три года назад у меня не было симптомов там вегетативного проявления, ипохондрического поиска в себе заболеваний, каких-то навязчивых мыслей, пожалуйста, можно я вот избавлюсь от этих симптомов, и все будет как прежде. Вот я хочу быть такой же, как три года назад, просто без этих симптомов. И я вот такой девушке говорю, например, там, Насте, там, Алиса, да, Вадим, Катя. Вы понимаете, в чем дело? Вот та личность, то отношение к миру, те отношения с парнем, с девушкой, с собой, с миром, с родителями, с какими-то ожиданиями, они привели вас к этой тревожной концепции. И ваши симптомы – это лишь финал. Если вы хотите сказать мне, я хочу остаться такой же, но при этом я не хочу испытывать симптом, это сродни, я хочу продолжать садиться причинным местом на кактус, но при этом я бы не хотел, чтобы мне периодически вытаскивали иголки из задницы. Да? То есть, чтобы тебе не вытаскивали иголки из задницы, тебе надо перестать садиться на кактус. Поэтому мораль себе басни какова? Если вы хотите убрать излишнюю тревожность и излишнее напряжение невротическое, которое генерирует вегетатику, которое генерирует тревожные сомнения, видео-кэры, ипохондрии, вам надо фундаментально понять, а что со мной не так? Не в вегетативном плане, не в плане там шизофрении какой-то, а что вообще в принципе со мной не так, что я так реагирую эмоционально на какие-то конкретные жизненные обстоятельства или вообще на процесс жизни? Что не так с моим реагированием? Что не так с моим эмоциональным обреагированием на разные ситуации? И вот когда вы поворачиваетесь и ставите задачу вот такую, тогда вы понимаете, что невозможно вернуться к такой вот бестревожной жизни, без излишней тревожности, если вы будете такой же, как три года назад, потому что такая, как три года назад, вас и привело к этому расстройству. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите избавиться от тревожных расстройств, вам придется понять, что принципы, убеждения, ожидания, философское отношение к жизни, ваши какие-то представления и скорее всего и являются генератором определенных эмоциональных взрывов внутри вас. Оставляя эти генераторы, вы будете продолжать эмоционально взрываться. Да, может быть, вы с помощью моего курса или курсов моих коллег сможете не бояться этих вегетативных стимулов. Да, может быть, вы не будете испытывать приступы паники из-за неправильной интерпретации. Да, может быть, вы не будете так сильно думать, что вы сходите с ума, если вам приходят какие-то мысли в голову. Но вот эти генерирующие тревожные ноты, они все время будут внутри вас. И я не могу сказать, что человек, который продолжает генерировать тревожность и заниматься какими-то незрелыми защитами, что он избавился от этой проблемы. Он просто научился как бы к ней подстраиваться. Мы будем говорить о подстройке, мы будем говорить про адаптацию, но это немножко другое. Поэтому усаживайтесь поудобней, вы на большом курсе, который будет исследовать ваши эмоциональные реакции. Следующий тезис, и мы пойдем уже дальше. Я хочу, чтобы вы поняли, что если здесь есть люди, которые считают, что изменение внутри вас и, так сказать, исцеление должно произойти, потому что вы просто не зашли с небес и купили этот курс, неважно, там, онлайн вы смотрите или в копии, то я вас хочу сразу разочаровать изменение в человеке с точки зрения философии, с точки зрения работы с принципами, работа со сверхценными потребностями, это процесс внутри вас и вы идете по этому процессу самим собой. Я являюсь лишь ретранслятором тех важных тем, тезисов философских, технологических когнитиноповеденческих интервенций, но процесс идет внутри вас. Это можно сравнить с некой концепцией религиозности. Когда вот меня спрашивают, Алексей, сколько мне нужно занятий, чтобы избавиться от невроза? Я все время задаю такой вопрос. Я говорю, ты веришь в Бога? Предположим, человек говорит нет. Я говорю, сколько тебе нужно часов, чтобы пойти в церковь и поверить в Бога и ходить в нее каждое воскресенье? Я не знаю. Я говорю, окей, а что тебе нужно, чтобы поверить в Бога и ходить в церковь каждое воскресенье? Не знаю. И вот примерно то же самое можно рассказать и про неврозы. Потому что то, что я говорил выше, невроз это внутренняя религия. Ничего общего с общепризнанными религиями не имеет, но это внутренняя религия. Плюс их тем, кто понимает. Это внутренняя религия, под которой я понимаю совокупность принципов, убеждений, ценностей, нравственностей, как правильно, как должно, как неправильно, чего я должен и чего я не должен, каким я буду, если, и каким я не буду, если. И вот моя жизнь должна выстраиваться именно так, а моя жизнь должна выстраиваться именно так, и вот моя жизнь должен был быть этот мужчина, и без этого мужчины моя жизнь больше не жизнь, и вот только семья, и только семья такая, да, и вот отношения с родителями только такие, никакие иначе, машина, квартира, и только в 30 лет, А мне там замуж должна до 30, там родить должна быть до 25. И вот эти все жесткие конструкции, это можно назвать в некой внутренней религии. И глупо надеяться на новый результат, продолжая плясать на этих углях. Я не говорю сейчас, что это не к религии относится. Я так в кавычках назвал это внутренней религией. Все это поняли, да? То есть глупо продолжать плясать на углях вашего внутренней религии, вашего внутреннего выбора, убеждений, норм, правил, принципов. И при этом ждать, что у вас должны быть новые результаты. Поэтому подытожим тезис. Если вы сегодня, 23 августа, имеете тревожное расстройство и проблемы с эмоциональными тревожными состояниями, или в принципе с любой эмоциональной проблемой, это значит, что вы к этому пришли благодаря вот этой внутренней вашей религии. В кавычках, да? Соответственно, логически, чтобы поменять свое эмоциональное состояние, придется пересмотреть какие-то принципы. Мне клиентка, например, одна говорит. Алексей Юрьевич, я вот не хочу работать со своими недопущениями. Мои недопущения мне нравятся. Мои принципы мне нравятся. Потому что мои принципы сделали меня начальником отдела. Мои принципы вызывают уважение окружающих, да? И так далее, и тому подобное. И здесь надо понимать, что вам придется проводить такую, знаете, внутреннюю ревизию этих принципов. Проводить внутреннюю такую перекличку по принципу, что вам помогает, а что для вас токсично. То есть, я говорю, окей, если твои принципы такие помогающие, если твои убеждения такие классные, то ничего, что ты два года пытаешься вылечить, не в ростах. И вот здесь очень важно понимать, что вы должны очень четко понимать, что ваши же принципы, ваше представление о жизни, о людях, о себе, об ожиданиях, это и есть то, что вас привело к этой проблеме. И если вы будете, с одной стороны, у меня на курсе, когда мы дойдем до работы с недопущениями и с принципами, и будем философски размышлять с точки зрения стоицизма, эпиктета, да, я буду цитировать, например, периодически. И если вы скажете, я хочу оставить свои принципы, я хочу оставить свою философию, такой, какая она у меня, но при этом я не хочу испытывать излишнего беспокойства, я тебе скажу сразу, так не бывает. Ну, например, возьмем такой фундаментальный момент в стоицизме по поводу дихотомии контроля, да, который мы будем с вами изучать очень скоро. То, чем мы можем управлять, то, чем мы не можем управлять. Если вы будете продолжать пытаться управлять тем, чем вы не управляете, считая, что это нормально, правильно, это ваша позиция, я скажу, окей, no problem, it's your choice, да, и я скажу, хорошо, тогда вот тебе ручка, вот тебе бумага, пожалуйста, подписывай договор на тревожность. Потому что если вы будете продолжать выбирать то, чем вы пытается управлять, то, чем вы не можете управлять, но вы будете продолжать испытывать тревожность, да. Ну, это такой один из примеров стоицизма, который нам с вами должен быть переосмыслен. Поэтому если вы думаете, что 23 сезон – это некая начитка какой-то информации, которое должно само там у вас что-то поменять в голове, я не очень в это уверен. За мои 15 лет все серьезные изменения в клиентах идут двумя такими большими скачками. Первый скачок, когда они узнают о том, что оказывается вегетатика безопасна и панические атаки корректируются с помощью поведенческих упражнений с агорофобией в том числе, и они наконец-то получают первичное облегчение. Они говорят, вау, спасибо, я посмотрела лекции, рубля не потратила, благодарю. Это первое. Но потом они опять приходят через какое-то время со словами, а что-то как-то вот тревожно все равно, а как-то вот это, вот ипохондрия, эпирические сомнения, здоровье, да, я не паникую, на сердце прислушиваюсь, боюсь за это, тревожно спать, там вообще как-то вот у меня там в целом какие-то эмоциональные проблемы. И второй этап – это изменение жизни. Не в смысле вот радикально надо там переезжать в подвал переезжать, там переезжать на остров Антигуа, а нужно поменять жизненную философию. Вот запомните, не нужно обращаться к какой-то вере, там уходить в религиозность, там биться головой в церкви, да, там молиться, там оставить свечи, это ваш личный выбор, если вам это помогает. Вот, но главное, чтобы не было самообманом. Но вы должны понять, что если я, вот сегодня вы должны это запомнить, если вы 23 августа пришли к тревожному неврозу, тревожному расстройству, значит, что-то у меня не так с моими внутренними принципами, с моим самолюбием, с моей самооценкой, с моими принципами, с моими убеждениями, с моей моделью жизни, с моими какими-то планами. И если вы критично это примете, что да, с ними что-то не то, тогда у вас открывается дорога к мотивации что-то поменять в этом. Если вы будете нарциссически-истерически говорить, нет, у меня вообще все хорошо, у меня вообще все хорошо, просто у меня ОКР. Ну, как бы у меня все хорошо, просто я жру, как не в себя. И я мамон 120 килограмм. А вообще мне все хорошо в жизни. Я вообще идеальная женщина. Я вообще эмоционально не реагирую ни на что. У меня все нормально. Чего вы мне тут лечите? Вот тогда у нас будут проблемы, потому что идет полная позиция самой терапии. Если вы заедаете, если вы не едите и боитесь еду, если вы боитесь вегетатики, если у вас ипохондрия, если у вас навязчивые мысли, ритуалы перепроверки, это значит, что уже это, это говорит о том, что уже есть эмоциональная невротическая конституция и проблема. Если вы думаете, что этой проблемы нет, просто есть откуда-то симптомы, вы очень сильно заблуждаетесь. Наверняка тут есть люди, которые говорят, да у меня вообще в жизни все хорошо. У меня вообще с мужем, с женой, с собой, с миром, и все отлично. Я вообще такой принципиальный, ровный парень, у меня все нормально, просто у меня панические атаки, я не могу летать на самолетах, а вообще я перепроверяю дверь по 50 раз, и в принципе драчу, простите, и мастурбирую каждый вечер. И в принципе у меня отношения с женщинами так себе складываются, но вообще у меня все хорошо. Но не знаю. То же самое касается женщины, да, у меня все хорошо, просто я каждый вечер по бутылке вина усандаливаю, потому что я одна, мне 35, и у меня вообще-то, чтобы хоть как-то, блядь, заснуть, я начинаю что-то там выпивать. А так у меня все нормально. Сделайте так, чтобы я не выпивала, пожалуйста, много. Ну так, пару бокалов хотя бы. Понимаете, нельзя, я к чему, я к вашей ответственности сейчас обращаюсь, да, все это поняли? Нельзя думать, что с вами все окей, с вашим мировоззрением, с вашей философией, если вы пришли к невротическому расстройству. Все это поняли? Значит, надо принять, что что-то в моем реагировании не окей. Где-то я овер дофига перебарщиваю. С принципами, с убеждениями, с планами, с реакцией. Следующий тезис, тоже можно его запомнить или записать. Мы будем на этом курсе очень много говорить про правду. Что касается правды, огромное количество пациентов за 15 лет говорят, у меня все нормально, просто у меня невротические симптомы уже пятый год. Я говорю, когда начались невротические симптомы? Ну вот там, в сентябре, там, цатого года. А когда их не было? Ну, их не было еще весной. А что случилось между весной и между сентябрем? Да ничего особенного. Да нормально я живу, и как и живу, мне все нравится. Я говорю, ну что случилось? Там что поменялось у тебя в жизни? Может какие-то обстоятельства? Ну, я замуж вышла. А, и как оно? Нормально, все хорошо. Я, правда, на свадьбе думала, нахера? Вот, но я так это думаю, ну, кому в голову это не приходит? Да? Ну, это нормально, стерпится, слюбится, там, подстроимся. Я говорю, и как было после, через полгода, через год после свадьбы-то? Ну, как, Алексей, ну, что вы такое говорите? Ну, все так живут. Все так живут. Что такого-то? Ну, да, мне не нравится это, я вообще пожалела, и тут ее понесло. И вообще, я думала, что будет так, а вот оно как-то не так вообще. И тут я, и тут она начинает сама понимать, к чему я все это вел, да? Вот, есть такое понятие, как правда. Про вашу сексуальную ориентацию, про ваши скелеты в шкафу, про ваши выборы, с кем вы просыпаетесь, с кем вы засыпаете, на какую работу вы едете, кого вы из себя строите, с кем вы конкурируете, кого вы пытаетесь подражать, что вас бомбит, какие эмоции у вас возникают, чего вы боитесь, а можете ли вы без родителей, а можете ли вы без парня, а можете ли вы без девушки, или вам мама нужна все время рядом. Вторая миссия контр-мадра. Да. Вот. И если вы это не начнете честно с собой обсуждать, если вы не начнете об этом серьезно задумываться, то мы не будем в поле терапии невротической личности, потому что ваши симптомы вообще идут где-то там в конце паровоза, понимаете? А вот основным локомотивом идут вот эти правды. Поэтому добро пожаловать на 23 сезон, который будет изучать вашу правду, ваши скелеты, ваши принципы, ваши эмоциональные реакции, ваши сверхценные потребности, ваши убеждения. И я убежден, в хорошем смысле, что если вы будете искренне хотеть посмотреть на себя честно, то вы все поймете. Также целью нашего курса будет являться написание некой дорожной карты. Потому что первая цель – это посмотреть правде в глаза и признать то, что моя эмоциональная сегодня ситуация, которая симптоматически так или иначе проявляется, сопряжена с этими моими особенностями и с этими эмоциональными реакциями на эти конкретные обстоятельства и так далее. Но следующий вопрос – и что делать? Я, кстати, могу сказать, что наверняка половина здесь присутствующих так или иначе где-то там краем мозга знает, как они себя обманывают, знают, как не оправдались их ожидания, знают, что их бесит и что их раздражает. Многие это знают. Но они говорят – «Знаете, это все, конечно, так, но вы меня от симптомов избавьте». И вот здесь как бы палка о двух концах. Но с одной стороны можно закинуться транквилизаторами и можно закинуться антидепрессантами, но решать-то проблему ты будешь? Если ты будешь решать проблему, которую ты знаешь с эмоциональным реагированием, с обстоятельствами, с реакциями, и тебе для этого нужны какие-то фармакологические поддержки, ну окей, посоветуйся со своим врачом и, может быть, это для тебя будет хорошим выбором. Но если ты понимаешь, в какую сторону терапии по жизни ты идешь, а сейчас препараты тебе нужны просто для того, чтобы тебе оказать некую поддержку. Но если ты не знаешь, куда ты идешь, если ты не понимаешь, о чем идет речь в твоем неврозе, и просто закидываться препаратами – это абсолютно бесперспективничок, потому что ты закинешься таблетками, тебе станет легче, потом ты перестанешь, слезешь с курса, и тебя опять накроют по новой, потому что не изменились твои обстоятельства. Ты не поменяла свою жизнь, ты не поменяла свои отношения, свои сверхценности, свою философию, и все обратно начнет возвращаться, ты будешь только считать себя какой-то неизлечимой больной, даже таблетки мне не помогли. Хотя дело не в таблетках, а дело в том, что не занималась терапией невроза. Потому что невроз – это ты, невроз – это твоя философия. С кем ты живешь, где ты живешь, как ты живешь, от чего ты боишься, от кого ты зависима, как ты зависима, кого ты выбираешь, как ты выбираешь, можешь ли ты быть настоящей, можешь ли ты быть одна. Мы об этом тоже очень будем много говорить и так далее. Поэтому учитесь быть честным с собой. Я знаю, что для многих это страшно. Так вот, возвращаясь к дорожной карте, мы с вами должны будем после вот этого всего вороха, того, что мы будем исследовать, и философски к этому относиться, нам нужно будет писать дорожную карту. Дорожная карта – это то, что можно примерно представить, как некое очертание плана, что надо поменять и как это конкретно сделать, конкретно в вашей жизни, для того, чтобы это изменилось. И это не должен быть четкий план, там, 1 сентября я там делаю это, там, 1 октября я делаю это, чтобы это не было еще одним неврозом. Это без какого-то дедлайна, это без какого-то нажима, но в целом представление о том, куда вы пойдете, уже очень важно. Например, приведу пример, чтобы вам было понятнее. Мой клиент осознал, что его повышенная тревога со всеми там симптомами, неважно, бла-бла-бла, связана с тем, что он длительное время не может принять решение, потому что у него есть любовница, и параллельно, естественно, у него есть жена и ребенок. И очень быстро это решение принять нельзя, потому что есть нюансы инфраструктуры, жена не работает, жена от него зависит, а он ее любит, он любит ребенка, ребенок должен пойти в школу. В общем, и как только он для себя нарисовал дорожную карту, он сказал, да, действительно, я понимаю, что вот это, и вот это, и вот это меня нервирует, но сейчас я понимаю, что вот на этом этапе я пока поживу так, а вот здесь я буду делать так, параллельно я буду готовить такой-то плацдарм, параллельно я буду там делать то-то, 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 ему уже стало гораздо легче. Хоть и все понимают это, да, плюсик поставьте, кто понимает. То есть концептуально вы должны понять, как вы будете выходить из созависимых, отношений, вы должны концептуально понять, как вы будете выходить из абьюза, как вы будете жить с точки зрения работы, денег, с точки зрения развития навыков, с точки зрения разговора с родителями, отщепления и сепарирования, то есть концептуально вы должны будете прописать и прорисовать абстрактно это, и это уже для мозга очень важно, потому что мозг паникует, почему? Мозг паникует, когда он в углу, мозг паникует, когда он рассматривает замужество, или свадьбу, или детей, или какие-то жизненные обстоятельства, как тупик. Парень ушел, все тупик. Жена изменила, все тупик. С работы уволили, все тупик. Значит, 35 лет изменили, бросили, все тупик. И вот эти тупики это и есть те самые триггеры к тревожному расстройству. Все это поняли? Так вот, чтобы не триггерить свой мозг на тревожное расстройство, мы должны будем научиться не видеть тупиков и рисовать дорожную map road, дорожную карту для выхода из этих ситуаций. Да, я в данный момент времени нахожусь в зависимых отношениях, и они мне не нравятся. Я понимаю, что я не могу завтра уйти, как бы мне не нравилось, потому что мне объективно идти некуда, денег у меня нет, жить не негде. И я понимаю, что именно это вызывает у меня очень сильное внутреннее напряжение, а хочется жить по-другому, хочется жить честно с собой, но я этого делать не могу, потому что на это нету определенных там инфраструктурных, так сказать, деталей, назовем это так. Значит, какое-то время я поживу, буду копить денег, буду заниматься своим образованием, буду заниматься своей работой, буду заниматься своими навыками, развивать навыки, и потихоньку, потихоньку буду приходить к теме самостоятельности, независимости таким-то образом. Поняли? То есть, очень важно, чтобы вы не думали, что терапия неврозов это исключительно проблема симптомов. Окей? Супер! Может быть, вопросы? Сейчас какие-то есть вопросы? Пожалуйста. Неизвестность без планов, ну, неопределенность, мы об этом будем говорить, конечно же. Неопределенность вообще нормальная история, мы об этом будем много говорить. Поверьте, вы удивитесь, но половина тревожных расстройств, они будут связаны у вас с тем, что вы интерпретируете ситуацию как безвыходную. Согласны? Тревогу испытывать нормально для мозга. Нет задачи не испытывать тревогу, когда вы в неопределенности. Ну, например, я извиняюсь, я вот сейчас отвечу на вопрос, потом перейдем к вопросу. Вот смотрите, представьте себе женщину, которая развелась, которой 30 лет. У нее, или мужчину, который развелся, да, у нее, скажем так, было некое представление о будущем, что она живет с мужем, с ребенком, там, и тут в 30 лет он ее бросает, да, у нее рушится вообще перспектива, и у нее возникает тревожное расстройство. Чтобы ее вылечить, мы должны что ей сделать? Мы должны помочь нарисовать новую перспективу. Плюсик ставим, кто понимает. То есть, из тупика нарисовать новую перспективу и по этой перспективе пойти ногами. И вы удивитесь, куда быстро пропадает тревожное расстройство. плюс внимание на будущее скотодзиночка. Ты вот была в заднице, мы тебя из этой задницы вытащили, так? Так, спасибо большое, Алексей. Я говорю, не, подожди. Я говорю, а что будет, если завтра тебя бросит еще раз? И вот, когда мне Зина скажет, ты знаешь, Алексей, ну, бросит и бросит. Я знаю, как с этим справляться. Мир огромен, мир разнообразен, мир очень разный. И да, у меня сегодня может быть классный мужик, у меня сегодня может быть классная история, у меня может быть классная работа, но я прекрасно отдаю себе отчет, что завтра это может закончиться. И если Алексей меня завтра уволит или бросит моя девушка или мой парень, и если на меня обидятся друзья, я вообще останусь без друзей, без близких, то это, конечно, печально, но я знаю, что я буду делать. Вот тогда я скажу, Зина, больше на занятия не приходи. Все у тебя будет хорошо. Все. А когда у нас пациент начинает хвататься за какую-то историю, только бы не было этого, только бы не случилось, помогите, пожалуйста, только бы так, и только бы так, начинаются серьезные проблемы. Все это поняли? Идем с вами дальше по нашей с вами терапии. Значит, поехали по симптоматике. пишем вегетатика, ипохондрия, ОКР, вегетатика, мастурбация, это прекрасно, Виктор. Вопрос просто в том, что вы сбрасываете мастурбации, но об этом мы сейчас не будем. Вегетатика, тревога, ипохондрия, и ОКР. Что здесь очень важно для вас понимать? Первое. Любая затяжная эмоция, особенно это касается тревоги, так или иначе будет стимулировать вегетатику. Ставить задачу выпиливать вегетативную стимуляцию нельзя. Объясню, почему. Еще раз. Любая эмоция, будь то на экзамене, будь то полет на самолете, если вы беспокоитесь, будь то свадьба, рождение ребенка, будь то какое-то событие, должно стимулировать вашу вегетатику. Поэтому с сегодняшнего дня, с 23 августа, вы пишете черным по белому. Вегетативная стимуляция это нормальная реакция организма при определенном периоде жизни. плюсик ставим, кто понял. Я нахожусь в определенном периоде жизни, который немного эмоционален для меня. Это связано и с личной, и с рабочей, и с кризисом среднего возраста, и с внутренним кризисом. Это окей. И то, что у меня есть внутренние какие-то эмоции нерешенные, это стимулирует мою вегетатику, и там тахикардию, иногда давление, иногда какие-то там прочие вегетативные штуки. Это нормальная физиологическая реакция, потому что у меня такой период. Все это поняли? Восклицательный знак ставим, кто понял. То есть не пытайтесь концентрироваться на вашей вегетатике. Не надо с утра до вечера думать о том, что у вас сегодня организм выдаст. Вообще не должно быть никакой молекулы, которая рассматривает вегетативную стимуляцию. Вот есть вегетативная стимуляция и пускай она будет. В морге ее не будет. Расстроитесь в морге. Ну хотя бы что-нибудь пускай будет, а ее не будет, потому что вы мертвы. Вот очень важно это понимать. Поэтому еще раз подытожу. С 23 августа вы перестаете критиковать вашу вегетатику. Вы перестаете цыкать. Опять, 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 когда это закончится. Опять, 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 опять. Когда? Алексей, уберите вегетативная? Вот нет. Нет. Все. Пускай будет тело реагировать так, как оно считает нужным, поскольку вы переполнены разными эмоциями пока что. Хватит себя мониторить. Это то же самое, что пойти на Virgin Galactic или кто там Илон Маск или кто там у нас летал в космос недавно. Единская была вегетатика у всего члена экипажа, особенно там был этот молодой парень какой-то студент. Я по его глазам, когда он в иллюминатор смотрел вот так вот, типа, на тебя смотрит весь мир, чувак, а он такой, а у самого страха полные штаны, там сердце тарабанит, там все, там мокрое, пазы в туалет, там памперсы, что-нибудь, это нормально, что вы пытаетесь на это так сильно удивляться, да? Поэтому вегетатика есть, да, дискомфортно. Не обращайте, пожалуйста, на это тревожного, пристального внимания, и уж тем более озлобленности серии, когда это закончится, когда это закончится, когда закончится биться сердце. Зайка, целью твоей терапии является уравновесить твой эмоциональный фон, а твой эмоциональный фон уравновесится тогда, когда ты только-солько забой договоришься не по поводу вегетатики, а по поводу твоего мужика, по поводу твоего бабла, по поводу твоих детей, по поводу твоих родителей, по поводу твоей самооценки, по поводу твоего страха и рассуждения, по поводу того, что ты не боишься быть одна, вот когда ты с этим всем договоришься и сделаешь свою жизнь такой, какой ты хочешь, и научишься выходить из разных ситуаций жизни с планом действий, допуская самое худшее и с планом действия самое худшее, тогда у тебя не будет никакого эмоционального сильного перекоса, и вегетатика твоя не будет замечаться. Она будет замечаться, когда ты там будешь бегать, прыгать, радоваться и так далее. Все это поняли? Ну, слушайте, ну пейте антидепрессант сколько хотите, если вам невозможно терпеть вегетатику. Вообще в вегетатике нет никакой проблемы. Пейте, если вы считаете нужным с вашим врачом, но только не обманывайте себя в этом смысле, чтобы просто сидеть и пить препараты. Следующий тезис по поводу вегетатики. Какой я обычно привожу пример? Пожалуйста, новички, кто не был на прошлых сезонах, welcome. Закрываем глаза, закрываете глаза, представляете себе желтый лимон, разрезаете лимон пополам и начинаете давить лимонный соком себе на язык. Капаете лимонный сок себе на язык. Что вы чувствуете? Вот представляете себе лимон с закрытыми глазами, высовываете язык и на него капаете. У большинства будет выделяться слюна, а лимона нет. А почему? Вот такой нехитрый физиологический эксперимент доказывает, внимание, тоже надо записать это, пожалуйста, что любая эмоция, ассоциация, образ будет вызывать у вас вегетативную реакцию. У вас была когда-то паническая атака в метро? Будете к метро подходить, будет стимуляция. Чего тут удивляться? Так работает физиология. Поэтому, если вы будете все еще пытаться удивляться вегетативной стимуляции, это плохо. Запомнили лимон, запомнили это правило. Есть вегетативная стимуляция, значит, я нахожусь в периоде жизни очень эмоциональном. Точка. Это же ответ на вопрос про ВСД. Вегетососудистая дисфункция это здоровая вегетативная регуляция тела в период, когда человек очень эмоционален. Как внешне, так и внутренне. Поняли? Выпиливать вегетососудистую стимуляцию в отрыве от эмоционального фона невозможно. Ясно? Следующий тезис пишем. Откуда берется ипохондрия? И почему вообще мы просто первое занятие посвящаем этим базовым вещам, это важно. Откуда берутся и все эти страхи? Откуда берутся все эти сомнения за здоровье? Пишем. Ипохондрия это некий градусник вашего повышенного невротического состояния. Это же можно использовать в целом потом на будущее, потому что невротиков бывших не бывает, имейте это в виду. Если у вас поднимается ипохондрия, и вы начинаете повышенно бояться за какие-то придумки про аллергию, про лекарства, про какие-то там поездки или просто поиск в себе заболеваний, а вдруг это, и вы чувствуете, что у вас побольше, нежели недавно, этих тревожных сомнений ипохондрических, это маркер, который указывает, что вы опять находитесь в каком-то этапе жизни, в котором есть какие-то повышенные эмоциональные проблемы. То есть, ипохондрия, как постоянный поиск в себе заболеваний, это маркер повышенной тревожности. А повышенная тревожность говорит о том, что вы как-то реагируете на какие-то обстоятельства сегодня в жизни. Поняли? Выпиливать ипохондрию отдельно из этого тоже нельзя. То есть, нельзя прийти ко мне и сказать, Алексей, избавьте меня от ипохондрии. Можно прийти ко мне и сказать, Алексей, избавьте меня от причины ипохондрии. Все это поняли? Потому что ипохондрия это сросшаяся история с какой-то эмоциональной конституцией вас в данном периоде жизни. Ну, самый банальный пример. Вы перестанете бояться за сердце, перестанете ходить там с тонометром, начнете бояться за рак желудка. Перестанете бояться рака желудка, начнете бояться спида. Перестанете бояться спида, начнете бояться задохнуться. Перестанете бояться одного, будете бояться другого. Поэтому ипохондрию нельзя рассматривать как отдельную нозологическую форму, которая лечится каким-то отдельным способом. Все это поняли? Плюсик ставим. То есть, уровень ипохондрии коррелируется с уровнем эмоционального состояния. То же самое можно привести в пример такой простой кейс, вы все его знаете. Жила была девочка, все было хорошо, пила таблетки, ездила, прыгала, занималась спортом, на сердце никакого внимания не обращалась, как лошадь носилась, бегала, прыгала в метро, там, в каких-то там самолетах, все было хорошо. В сентябре начала испытывать вегетативную стимуляцию, запаниковала несколько раз, стала обращать внимание на свой ритм сердца, зафиксировалась на сердце, стала думать, что у нее какое-то неизлечимое заболевание, она заболела и объективно стала чувствовать себя плохо. Возникает что за история такая? Было все хорошо, прыгала как лошадь, еще пять месяцев назад вообще сердце не думало, а тут апохондрия с кардиофобией. Оказывается, что летом у этой девочки серьезно нарушились планы на будущее. Для нее, ее молодой человек был такой, знаете, перспективой всей ее жизни. Вот вся ее жизнь это была сопряжена с Колей. Значит, а Коля тут подошел и сказал, Юлечка, как бы, ты знаешь, а я женюсь, но не на тебе, Юля. И у Юли упала забрало. У Юли упала вообще перспектива жизни от слова совсем. Юля выключилась. У мозга случился приступ тупика. Как это все, мозг в тупике. Жизни дальше нет. Коля пропал, жизни нет, будущего нет. Тревога в параллели с вегетатикой, естественно, как вы понимаете. Огромное количество тревожной энергии и вегетативной стимуляции. Юля у нас не в курсе, что это такое. Она пугается, естественно, фиксируется на сердце и вот оно фиксируется в тревожное расстройство. Все поняли? Плюсик ставим, кто понял? Поэтому Юлю нельзя лечить с точки зрения выпиливания ипохондрии. Юлю нельзя лечить с точки зрения там рассказа постоянно, что она не умрет от сердца, что у нее сердцем все хорошо. Она знает, что у нее сердцем все хорошо. Она у пяти кардиологов была. Она говорит, я знаю, что у нее сердцем все хорошо, но мне страшно за сердце, за это, за это, за это. И пока мы Юлю не научили жить без Коли и не познакомили ее с Сашей, с Сережей, с Максимом, и пока Юля не увидела новую перспективу с Антоном, безусловно, да, новую перспективу, что оказывается-то, что есть жизнь без Коли, и оказывается не такая уж и плохая, и даже в каких-то местах, так сказать, в сантиметрах лучше, и оргазм, оказывается, есть без Коли. Она говорит, нет, я кончаю только с Коли. Да ты что, серьезно? Какая неожиданная у тебя картина мира. Ты просто с Колей была расслаблена, и у тебя подходили агрегаты. Но помимо Коли-то есть еще куча народу, у которых агрегаты, может быть, даже поинтересней. И эмоций, может быть, даже больше, и лучше, и красочней, и перспективней, и постабильней. Но пока Юля находилась в тупике, она все ходила по врачам, что-то у меня там болит, сердце там тревога, потому что эмоций много, потому что тупик в голове. Все это поняли? Вот вам тезис, господа психологи. Уберите тупик из головы пациента, вы его вылечите. А затем научите не видеть тупики. Вот вам все. Пожалуйста. Лайфхак. И нахуй... Простите, пожалуйста. И зачем вам пять лет вышки? Вот серьезно. Вот пять лет занимаетесь какой-то херней. Научите клиента не видеть тупик, и научите его выходить из вдруг сложившихся тупиков, или не видеть тупики. Все. Все. Вот и весь невроз. Но если очень хочется углубиться, давайте зададим вопросом, а почему для тебя коля такой особенный, там будет патогенетическая концепция, это все хорошо и здорово. Все примерно понимают, что такое невроз, и как работает ипохондрия. Поэтому не пытайтесь выпиливать ипохондрию. Есть ипохондрия? Супер. Значит, вопрос к себе. Что во мне не так, что во мне так много тревоги? Следующий тезис. Берем ручку, пишем. Тревога. Через Г. Тревога равно будущее. Тревога равно будущее. То есть, если у вас есть эмоция тревожности, и вообще тревожность в целом, не надо пытаться искать проблему под плинтусом. Отсепаровывать кафель, вскрывать фундамент, пытаться углубляться в грунтовые воды вашего бессознательного. Нет. Тревога – это всегда пробудущее. У тебя поднялась тревога в виде проявления ипохондрического или вегетативного, или повышились какие-то ритуалы или обсессии, что сейчас мы тоже к этому придем, говоришь «Окей», садишься с собой, берешь чашечку чая и говоришь «Оля, а что про будущее? Что с им?» Только честно задаешься этот вопрос. И Оля такая «Блядь, су, остаться без него? Или су, что уволят? Или су, что не получится? Или су за ребенка? Или су, что не понравлюсь? Или су, что вот тут финансовые обязательства, они все стабильно? Так вот и весь ответ. И зачем у меня вскрывать плинтус? Правде просто надо посмотреть в глаза. Поэтому поняли все? Плюсик ставим, кто понял. Если есть тревожность, которая преломляется по-разному, вегетативно, обсессивно, ипохондрически, компульсивно, задаем себе вопрос. Что про тревогу, что про будущее? Берем ручечку, садимся с чайком и говорим. Так, какие будущие? Второе. А что за тупики? Оля. С ребенком что за тупик? С мужем что за тупик? С работы что за тупик? Что за тупики? Что? Почему я про тупики говорю? Тревога – это всегда про некий либо тупик, либо неопределенность про будущее. Все это поняли? То есть тревога – это эмоция про будущее. Не надо вскрывать плинтус и плитку. Надо просто пораскинуть мозгами. А не надо углубляться в астральные карты третьего колена. У тебя тревога, потому что Венера встала, блядь, раком. Венера встала, значит, не так. Так, сука, у тебя тревога, потому что ты по поводу какого-то будущего немножко переживаешь. Следующий тезис пишем. Вопрос. Оля. А почему переживаю за будущее? Ответ. А хер его знает, как оно будет? Все. Для мозга этого достаточно. Как только вы сказали, хер его знает, как оно будет. И если оно будет, хер его знает, как – это трандец. А если будет так, это ужасно. А если так не будет, это катастрофа. А если этого не случится, все, ужас. Вот вам и генерация тревоги нашим головным мозгом. Выводы. Первое. Тревога – это всегда про будущее. Второе. Тревога – это всегда про тупик или про то, что для вас не проработано в перспективе будущего. то, например, я стала испытывать повышенную тревогу в сентябре. А что случилось до сентября? У меня заболела мама. Чем? Онкологией. И что ты думаешь? На самом деле, я поняла, что я очень сильно в последнее время боюсь, что я без нее просто не смогу жить. А как ты думаешь, почему? Потому что я с мамой всегда советуюсь, я с мамой всегда на связи, я с мамой всегда с поддержкой, и она единственная опора, которая говорит мне даже, какие трусы лучше. Каких людей, да, каких людей нет, когда на работе какие-то проблемы, если мама не станет, то я не знаю, как жить. Вот вам причина ее генерализованной тревоги. Терапия такого пациента, коллеги, кто к нам учиться пойдет, будете учиться, сука, думать, а не вот этой херней заниматься, которой вы занимаетесь в Инстаграме своем. Значит, терапия какая? Надо учить пациента жить без мамы. Фраза. Представим, что мама вчера умерла. И погнали. Как живем? Где живем? Что делаем? Как учимся? И так далее. Без этих интервенций, без этого навыка, представления о жизни без мамы, и гибких навыков жизни без мамы, вы эту пациентку не вылечите. Будете ее морочить, блядь, годами, если мама там жива будет долго, да? Да и планета ей здоровья, так сказать. Но смысл будет один. Пока пациентка не научится жить без мамы, и пока пациентка не научится самостоятельно решать свои проблемы, без маминого выбора, без маминой поддержки, ни хрена вы с ней не сделаете. Ну, будете деньги сосать из нее, серии, давай посмотрим, давай подышим, давай снимем тревогу, выговоримся за неделю. Это все вы умеете, да? Но это все печально очень. Поняли, что надо делать с людьми? Надо учить людей не видеть тупиков, и надо учить людей видеть перспективу. Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта, кто хочет учиться, приходите. Непроизвольно получилось реклама. Не хотел, но так бывает. Следующее пишем. ОКР. Это вообще моя любимая тема, и мы будем с вами изучать каждое расстройство в отдельности. У нас сегодня вводное занятие, вы все понимаете, да, что это некая презентация того, чем мы с вами будем заниматься. Обсессивно-компульсивное расстройство. Моя любимая история, потому что очень сложная. К сожалению, многие люди ошибочно думают, что ОКР – это обсессия и компульсия. Это самое большое заблуждение психологов, которых я вообще знаю, и которых я вообще слышал, видел и читал. Они думают, что есть некая тревожная личность, у которой это проявляется в виде обсессии и в виде компульсии. Это все, конечно, красиво и здорово. Это действительно тревожные люди, и у них действительно тревога проявляется в виде обсессии и в виде компульсии. Но проблема ОКР заключается в том, что перед вами не просто человек. Перед вами человек с очень специфичным воззрением на себя, на правила, нормы, на самостоятельность, на вообще способность принимать себя и на способность отстаивать собственные интересы. Как правило, ОКРщики не умеют отстаивать собственные интересы. Как правило, ОКРщики считают, что любить их можно только по каким-то условиям. Это люди, которые запрещают себе даже подумать что-то, потому что они говорят, если я об этом подумала, это плохо. Только бы об этом не думать, а у нее член крутится в голове. Только не думать о члене, только не думать о члене, член, это плохо, какой кошмар, да, и так далее. То есть, ОКР – это философия жизни, если хотите. ОКР – это конституция взгляда на мир. Как правильно и как неправильно, и что здесь ай-яй-яй, и тут я не знаю, и от меня отвернуться, и я буду одна. Как правило, ребятам с ОКР на день рождения можно дарить ошейник с шлейкой, потому что это люди, которые очень быстро привязываются. Это идеально преданные люди. Это люди, которые готовы служить годами, только бы, чтобы им говорили, как правильно жить. Чтобы они жили в комфорте и без беспокойства. Для ОКР-чика самое страшное – это импровизация. И когда ОКР-чику хотите, ОКР-чика зафрустрировать, скажите ему очень простую фразу. Сделай, как считаешь нужным. Все, там мозг взрывается. Как это сделай, как я считаю нужным? Нет. Как я считаю нужным сделать? А как правильно? А как неправильно? А если будет так? А если будет так? Нет. Как считать нужным? Алеша! А как лучше сделать? Скажи, пожалуйста. Вот поэтому обсессии и компульсии – это краешек айсберга при ОКР. И чтобы избавить человека от повышенного количества ритуалов и обсессивных мыслей вам придется переработать взрослого человека, детского, детские защитные механизмы во взрослые. То есть, фактически, чтобы вылечить ОКР, давайте так это напишем, чтобы вылечить ОКР, надо повзрослеть. Вот так, нормальная? Понятно? Тезис такой. Чтобы вылечить ОКР, надо повзрослеть. Возникает вопрос. А как вы будете взрослеть пациентом? Хороший вопрос, правда? Соответственно, вот эти все сомнения тревожные, а вдруг это, а вдруг это, за ними, за всеми стоит детские, инфантильные, страшные защитные механизмы из серии «Я без мамы, без папы не могу», «Я без мальчика, без девочки не могу», «Как правильно, лучше», они даже говорят примерно так, «А что будет, если я, если обо мне подумают плохо? А что будет, если я открою, оставлю дверь открытым?» То есть, для них, любая перспектива, это катастрофа. И пока ОКРщик не скажет, да, действительно, я могу оставить дверь открытой, и теоретически могут залезть, ограбить квартиру. Ну да, будет жаль, но если ограбят квартиру, план такой-то, такой-то, и так-то, так, я буду к этому относиться. Но заставьте ОКРщика относиться к этому допустимо. Это большая работа. Поэтому терапия ОКР – это не терапия про навязчивые мысли из серии «Не сопротивляться мыслям». Ну окей, хорошо, она не сопротивляется этим мыслям. Пройдет неделя, пройдет две, и чего? А ничего не изменится, все будет то же самое. Потому что ОКР – это фундамент философии. Поняли? Ответственность за свою жизнь – то же самое. Конечно, это про ОКР обязательно. Поэтому мы будем говорить об этом тоже очень много. Потому что без глубинных изменений в личности ни ОКР, ни тревожное состояние, ни какие-то эмоциональные, в принципе, реакции по жизни не меняются. Все поняли, куда вы попали? Это не рассказ про то, что чтобы справиться с навязчивыми мыслями, надо им не сопротивляться. Давайте нарисуем до конца, как вы убиваете своего ребенка. Ну хорошо, дорисовали. 50 на 50. Кому-то это помогает из серии «Ну и что? Я об этом думал много раз, ничего не случается». Облегчение. Ой, спасибо большое. Проходит две недели. И что? А ничего не изменится. На место этих ножей и этих несчастных детей придут другие обсессии. И будет подмена ритуала. Не будет проверять дверь, будет проверять что-нибудь другое. Следующий тезис пишем про ОКР. ОКР равно потеря уверенности в себе. Вот это надо записать красными буквами. Все пишем? Пишем или не пишем? Я что-то просто так сижу. Пишем. ОКР – это потеря уверенности. Стрелочки. Либо человек потерял уверенность после чего-то, либо человек не имеет уверенности по жизни. Привычек ставим, кто понимает. Два кейса. Первый. Жила-была девочка, все было хорошо. Она блогер, она красивая, все у нее классно, все здорово. Но с недавнего времени у чего-то у нее началась тревога. Какие-то странности, агорофобия пошла с паническими атаками, не может ездить на самолетах, на поездах, в метро. Какие-то навязчивые мысли, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я кого-то убью, потеряю контроль. Возникает вопрос, что случилось с девочкой? Мои коллеги в интернете чаще всего предложат ей красивый рассказ, что ты никого не убьешь. Представь, как ты отрезаешь голову ребенку, кровь брызжет на стены, ребенок харкает кровью. Представь, это в полном объеме, до конца. Ну, есть такие дебилы, но не об этом. Соответственно, она ей ничего не помогает, и все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Она мне звонит, говорит, Леша, тут такая херня, я знаю, что ты по этому поводу специализируешься, что со мной происходит? Я говорю, ну, там, предположим, ее зовут там, Оксана. Я говорю, Кира, например, да, там я просто из списка последняя девочка. Я говорю, Кир, я же тебя знаю, да, я могу тебе прямо сейчас сказать, что с тобой случилось? Она говорит, говори. Я говорю, ты после чего уверенность потеряла? Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, блядь, да это в принципе азбука ОКР. Я говорю, я тебе могу даже сказать, после чего ты потеряла уверенность? Она говорит, скажи. Я говорю, у тебя когда-то что-то получалось? А потом у тебя что-то перестало получаться И ты себе продала это, что ты какая-то неэффективная И бесполезная Она говорит, ты знаешь, я последние 5 месяцев Не могу зарабатывать на блоге Рекламу не покупают Блог валится там по охватам вниз Денег нет А позиционировать себя надо С деньгами все плохо Брать у родителей, у парня не могу Стыдно Вот вам и вся история Потеря уверенности в себе Потеря уверенности в себе Генерирует огромную внутреннюю тревогу Внутренняя тревога генерирует Вегетатику Все, вот вам расстройство Плюсик ставим, кто понял кейс Как лечить Вернуть уверенность в себе Тут уж креативьте как хотите, как говорится В этом и есть суть терапевтической Адаптации Кейс номер 2 Обращается молодой человек, назовем его Александр У меня ночновящие мысли Типохондрия Вегетатика Когда это у тебя случилось? Он говорит, ну мне 26 Это в принципе было практически всегда Просто меняло там какую-то свою конфигурацию Я говорю, ну смотри Ты всегда был неуверенным так сильно в себе? Он говорит, да, я всегда был неуверенным Я говорю, хорошо Как ты свою уверенность получал обычно в жизни? Ну обычно мама, папа, бабушка, дедушка, друзья Вот вам мой весь ответ по терапии Как лечить? А обсессии и компульсии какую функцию несут? Проверить, что все хорошо Точно ли все хорошо? Точно ли все хорошо? Точно буду нормально? Точно будет нормально? точно не бросит точно не бросит точно буду хорошим точно буду хорошим а я правильно я правильно я правильно точно нормально а это правильно как лечить научить человека рассчитывать на себя ночью человека ошибаться ночью человека вставать на ноги после потери ночью человека жить самостоятельно научить человека принимать разочарование в нем научить человека принимать решение самостоятельности за это ответственности радоваться жизни и импровизировать причем тут Сука, работа с абсцессиями. Абсцессия и компульсия – это лишь следствие определенного характера. Абсцессия и компульсия – это лишь следствие, которое демонстрирует жуткую неуверенность в себе. И нельзя вылечить ОКР, работая с абсцессиями и компульсиями. Даже хваленая когнитиноповеденческая терапия, которую я очень люблю, и даже очень эффективная поведенческая терапия по работе с ритуалами, а я занимаюсь этим, поверьте, много лет, и я лизал, блядь, я чё только не лизал у себя в кабинете. Да. Я в кабинете лизал ботинки, кроссовки, руки, ноги, полы, кафель, шерстяной этот ковер, тумбочки, свечи. Я лизал эти самые грязные руки с помойки. Все эти поведенческие интервенции про грязные руки, про проверки дверей – это хорошо работает с точки зрения поведенческой терапии. Но проблема в том, что это не решает проблему. У меня была пациентка с сожженными руками. У нее руки были сожжены химическими растворами. Потому что она мыла по несколько раз в день руки химическими растворами, чтобы убить все бактерии. Ну, это классика ОКР. Добро пожаловать на борт, как говорится. Да, мы с ней делали поведенческие экспозиции. Да, ей становилось легче. Она научилась трогать грязными руками пол и лизать эти пальцы вместе со мной. Я лизал, она лизала, я лизал, она лизала. Это все хорошо. Но проходила две-три недели, она приходила опять с проблемой. И пока мы с ней не начали обсуждать ее принятие себя и своей сексуальности, такой, какой она есть, она жутко стеснялась своей сексуальности, она жутко стеснялась своих фантазий, она жутко стеснялась ошибаться, выбирать. И пока она не начала на работе, в жизни фундаментально меняться в сторону уверенности, я ей давал там задание – не оставь официантом чаевых. Как? Вплоть до этого. И вот пока мы с ней не научились быть фундаментально по-другому, разговаривать про себя, про свою сексуальность, выходить за некие рамки, представления о том, что она считает плохим и неплохим, научиться принимать свои сексуальные фантазии, вообще свою сексуальность. Потому что у нее был страх, что... У нее был лютый страх, она заклеивала в своих телефонах видеокамеры. Знаете почему? Она боялась, что она не проконтролирует ситуацию и не снимет себя голую, а потом это не увидит папа. Можете представить? Ну, вы представить себе не можете, потому что вы не терапевт, да? А я могу себе это представить. Что такое симптом? Девушка заклеивает все камеры в телефонах. Это симптом, манифестирующий жуткую неуверенность. Настолько сильную неуверенность в себе и настолько сильный страх осуждения за то, что теоретически она может быть какой-то там неидеальной. И чтобы вылечить таких пациентов с ОКР, недостаточно просто не сопротивляться навязчивым мыслям и докручивать их до конца. Это детский сад. Вот честно. Поэтому, подытожим. Да, подытожим. С сегодняшнего дня вы перестаете обращать внимание на вегетатику. Вы начинаете говорить с собой про правду. Когда начались эмоциональные проблемы? Когда началась вегетатика? Когда начались первые панические атаки? Когда вообще это все началось? Когда было все хорошо? И попытайтесь посмотреть, какой был период. Когда было лучше? Когда было хуже? И попробуйте посмотреть на это сверху. Просто искренне. С кем вы были? Где вы были? Что у вас было? Что получалось? Что не получалось? И возможно уже вы увидите некоторую модель, при которой вам не тревожно, при которой вам тревожней. Например, недавно парень пришел в терапию. Говорит, Алексей, не могу понять. Копаю, копаю. Не могу понять. Что то лучше, то хуже. То лучше, то хуже. Стою к вам в очередь год. Наконец-то попал. Помогите. Три года не могу. То лучше, то хуже. Я говорю, ну что, то лучше, то хуже. Но вот то есть, то нет. То есть, то нет. То откаты какие-то неоткаты. Я говорю, блядь, кто тебе рассказал про откаты? Откаты? Ну как? Это же откаты. Я говорю, ну выкинь ты этот бред, этот бред из головы. Я говорю, ну смотри. Когда было? Было тогда-то. А потом стало легче? Да. Когда? Тогда-то. Ну на доске рисую. Потом опять стало тяжело? Да. Когда? Ну тогда-то. А потом стало легче? Да. Когда? Ну вот тогда-то. Я говорю, теперь значит там, Петя, а теперь посмотри, что у тебя было в этих месяцах. Он такой, ой. Я говорю, что, в туалет хочешь? Он говорит, нет. Я понял. У меня с деньгами были проблемы в эти месяцы. А в эти месяцы проблем не было. Алексей, вы гений. Я говорю, блядь, хуений. Это все просто на поверхности. Он говорит, точно. Это же что получается? Если у меня меньше денег, то я больше тревожусь. Я говорю, аллилуйя. И что, три года надо было терять от этого? Ну я думал, все сложно как-то там у вас. Я говорю, это у вас сложно. А вообще в физиологии все просто. Я говорю, слушай, ну а тебе самому неинтересно вот понять, почему? Он говорит, ну интересно, но я, кажется, понимаю сам. Я говорю, рассказывай. Я жил в бедной семье. Мне было всегда стыдно донашивать одежду за братом. Для меня деньги были всегда таким комплексом, потому что у других ребят были нормальные там кроссовки, такие там Adidas, там еще что-то. А я все время донашивал старое. И потом меня все время троллили и гнобили в школе, потому что я ходил все время в обносках, а все ходили там в какой-то нормальной одежде. А потом, когда все покупали телефон, у меня денег не было. И, видимо, для меня деньги – это метафора безопасности. Он после занятий встал, просто пожал руку, сказал, я сам не ожидал, спасибо вам большое. Я понял, что мне нужно делать. Я говорю, стой, подожди, что надо делать? Он говорит, я буду делать так, чтобы у меня было… Я, во-первых, поменяю свои отношения с деньгами, что это не так все ужасно, не так все безопасно и так далее. Но в то же время я должен буду учиться зарабатывать деньги, сделаю подушку накопления и так далее и тому подобное. Но я не буду сейчас все перечислять, всю дорожную карту. Поняли, что такое дорожная карта? Как только он это проговорил, он, блядь, он даже в лице поменялся. Он говорит, а что я за хернёй-то искал три года-то? Я говорю, не знаю. Я говорю, ну вот и все. Он говорит, пиздец. Я говорю, ну да. Понимаете, и вот люди, они, я не знаю, им проще придумывать себе какую-то сложную концепцию про свой сложный невроз, который только у него, и он эксклюзивный, никто не может ему помочь. Хотя ответ порой просто в соседней комнате. Хотя ответ просто в том, что ты пожалела. Хотя ответ просто в том, что ты хочешь другого, а не этого. Хотя ответ просто в том, что для тебя деньги или ещё что-то, это метафора безопасности. Хотя ответ просто в том, что много на поверхности. Вон была у меня клиентка. Алексей, не могу понять. Вот плохо, 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 плохо. Плохо уезжаю, хорошо, приезжаю, всё плохо. Куда уезжаешь? Уезжаю в деревню. В деревне всё хорошо. С кем уезжаешь в деревню? С мужем и с ребёнком. А дома чё? Дома тоже муж и ребёнок. Я говорю, ну окей, представь себе, от чего ты уезжаешь, к чему ты приезжаешь. Она такая, я говорю, не понимаю. Я говорю, ну когда ты в деревню приезжаешь, ты чем занимаешься? Она говорит, ой, я занимаюсь огородом, там у бабушки огород, там ты-ты-ты-ты-рыдра-ты-ты. Я говорю, ты о чём думаешь в этот момент? Он говорит, ой, ни о чём не думаю. Вообще ни о чём не думаю, никаких забот, огород, всё, дела. А когда приезжаешь в город? Он говорит, ну я вообще-то руковожу подразделением Сбербанки. У нас там дедлайны там и так далее. Я говорю, что непонятно? Он говорит, а это оно, да? Я говорю, ну походу, да. Он говорит, ой, да? Я говорю, да. К чему? К чему я это говорю? Я говорю, что в физиологии неврозов нельзя придумать какой-то сложный невроз, который с криптошифром, понимаете? Который надо расшифровывать. И вы на сезоне всю эту правду увидите. Не надо ничего взламывать, не надо ничего искать, высасывать, что-то аналитически думать, блядь. Надо просто посмотреть правде в глаза, раз. Во-вторых, ее принять и работать над философским изменением своего отношения к этой правде, а ногами и руками менять свою жизнь в ту сторону, в которой вам хорошо. И учиться адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, чтобы не было тупиков, безвыходности и обреченности. И однобокость осуждений. Все. На этом благодарю всех за первое занятие. В следующем, в четверг, мы с вами начнем изучать эмоциональное обреагирование, как это все работает, что такое допущение, убеждение, как это все функционирует. Я, в принципе, за полтора часа, наверное, вам сказал то, что многим, наверное, уже поможет. Об этом все мы будем говорить на сезоне. Наберитесь терпения. Не торопитесь. Надеюсь, вам было более-менее понятно, куда мы с вами пойдем на сезоне и куда мы с вами не пойдем. Спасибо вам большое. До четверга. До свидания. Спасибо вам. Благодарю.